Частый вопрос. Какие цены на продукты во Франции? Французы очень любят еду во всех смыслах и всех проявлениях. Говорить о еде, думать о еде, планировать, что будет на ужин, на обед, на завтрак и так далее. Поэтому купить продукты питания можно просто везде. Выйдя из подъезда дома, напротив будет какая-нибудь булочная или маленький магазинчик с фруктами или супермаркет известной сети. И это помимо кафе, которые и внутри, и снаружи, по всем улицам и просто везде. Теперь цена. Стоимость на продукты в таких маленьких магазинчиках и разных любых частных будет отличаться от супермаркетов известных сетей. Ну вот, заглянем, например, в этот. Домашние фрукты и овощи. Посмотрим на цены, а потом сравним по супермаркетам. Во Франции и в Монако помимо Ашана есть три монополиста. Это Carrefour, Super U и казино. Супермаркеты этих конкурентов находятся плечо о плечо, бок о бок по всему городу и в каждом районе. Начнем с казино, так как говорят, что цены здесь немножечко выше, чем других супермаркетов. Пойдемте проверим. Субтитры сделал DimaTorzok Так, весь товар, конечно, мы не запомним, но, допустим, остановимся, к примеру, возьмем для примера, апельсины были по три с чем-то, яблоки по три с чем-то, картошка два с чем-то, и что еще, к примеру, яблоки три, шесть. То есть яблок ниже трех не было, апельсин ниже трех не было, бананы были евро девяносто девять, но они так примерно везде стоят. И что-нибудь, пусть это будет кофе. Давайте определенный вид кофе возьмем на заметку и просто сравним стоимость в супермаркетах. Потому что варенье, джемы разные произведители, а вот кофе, допустим, возьмем определенный вид, плаваться макином и запомним его стоимость. Два шестьдесят девять, есть. Теперь сразу пойдем для сравнения в супер-у. Здесь устрица на улице и рядышком будет магазинчик фруктов Тутти Фрутти итальянский. Пойдем, сравним. Вы павлю. Ну вот колоса, но улитка с изумом поедет. Шестьдесят евро девятьдесят пять, в районе двух евро. Здесь два евро ровно, колосанчики. Ну такое лучше покупать, конечно, было не было. Ягодки. Так, там были по три, но они были отдельно. Так, апельсины чуть-чуть ниже, два девяносто. Яблоки. Яблоки. Яблоки есть по два с чем-то. Вот, два девяносто девять. Ну, небольшая разница, но все же. Там было по три с чем-то. Ниже три, пятьдесят три, шестьдесят не было. Здесь два девяносто девять. Картошка. Картошка там была 2,80. Здесь евро семьдесят девять. Ну вот уже существенная разница на картошке. Д Muk M爺. Конечно. Д proved... く вывод dès! Пустита! 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 Пусть! Пустита! Устрица к Новому году. Бананы также 1,99 евро. И теперь нам нужно найти кофе, тот самый, для сравнения. Так, где он ловаться? Вот, пожалуйста, целый евро, практически целый евро разница. Там был 2,69. Девять. 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 Захватим с собой устрицу. Девять. 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 Странно тут облако еще дороже. бананы так же бананы вообще везде одинаково у нас здесь кофе почти на евро дешевле и вот интересовали что там сыр и масло вот стоимость разные виды сыра известные, камамбер, бри ну и различные сладости, печеньки, пирожные, булочки, багеты в основном покупают французы не в магазинах, не в супермаркетах, а в таких буланжери булочная, что-то не подойдем вот закрыла вот 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 Продолжение следует...